Добрый день, дорогие друзья! С вами снова канал Поделки Самоделки и я Татьяна. Сегодня я вам предлагаю сделать вот такую замечательную подставочку из джута в подарок. Эта подставка была сделана под напитки или под какие-нибудь соусы. Во всяком случае, она у меня сейчас стоит на кухне и на ней стоит уксус и растительное масло. Вот такая подставочка у меня получилась. Давайте посмотрим, как я ее сделала. Я взяла круг из картонной коробки, как вы видите, диаметром 20 см и начала делать улиточку снаружи-внутрь. С обратной стороны я вам показываю, как ее можно сделать в обратном направлении, изнутри и дальше к краям. Какой вариант вам удобней, выбирать вам. Как только вы сделаете пару таких кругов для поделок, вы сразу поймете, что вам лучше и уже будете практически асом. Вот подставочка сделана. Поставим ее под пресс на пару часов. После того, как она выровнялась, я замерила окружность и сделала косичку. Косичку я с одной и с другой стороны намазала клеем, для того, чтобы она не распускалась. И обрезала ее по 45 градусов, также и с одной и с другой стороны. Так не видно будет шва. Потом я проутюжила любой лентой. Нашла в интернете листья виноградные и распечатала их. Самый большой лист я сделала 10 см, средний 8 см и последний 6 см. Теперь я беру джутовую нить, намазываю ее клеем, так она будет более послушная. И укладываю ее на заранее намазанный клей по всей окружности листа. Он очень сильно напоминает кленовый лист, виноградный лист. Так, я сделала два белых ряда и остальные рядочки я сделала из темного джута. И вот так, шаг за шагом, приклеивая ниточку к ниточке и к файлику, и между собой я делаю такой вот лист. Заполняю даже маленькие пространства коротенькими обрезанными ниточками. Тоже, естественно, я их приклеиваю. Вот такой листик получился. Теперь я отрезаю часть джутовой нити и распускаю ее. Она состоит из трех маленьких ниточек узеньких. Они такие получаются кучерявенькие. И теперь мне нужно их выровнять. Что я делаю для этого? Я беру клей, это клей ПВА, и выравниваю нитку, кладу, чтобы она высохла. Она становится очень жесткой, посмотрите, практически как струна, но и очень гибкой. И я делаю прожилки с помощью вот такой тоненькой джутовой нити по всем трем листочкам. И они смотрятся очень даже натурально и красиво. Эти прожилки я сделала и с одной, и с другой стороны. Теперь нужно сделать сам виноград. Он делается из туалетной бумаги. Во всяком случае, я его так сделала. Вы видите, по одной секции я нарвала. Сделала такие окатышки. Когда они высохли, я намазываю их клеем и сматываю сначала одну половину джутом. Вот так заклеиваю, замазываю. И теперь вторую половинку. Конечно, руки в клею, но зато потом удовольствие будет в море. Так, плотненько ниточка к ниточке также. Приклеиваем, такую улиточку накручиваем. И в конце, посмотрите, завершаем. И сушим, конечно же. Пока сохнут ягодки, займемся стебельками. Посмотрите, я на файлике нарисовала прямые линии. Теперь я смазываю его хорошенько клеем. И приклеиваю джутовые нитки как можно ровнее. Они очень тоже хорошо пропитываются. Можно сделать так, а можно так же, как я только что делала кучерявые нитки. Просто намазать их клеем. Самая главная задача, чтобы они были очень жесткие и прямые. Клеи просто даже не жалейте. Итак, эти джутовые ниточки мы оставляем сушиться и занимаемся виноградом. Я делаю отверстие. И когда высохнут ниточки, я их нарезаю. Примерно по 6-7 сантиметров в основном. И делаю несколько длинных, всего 4 штучки. Сделала длинные, наверное, сантиметров 12. И теперь в отверстие я вставляю и приклеиваю веточки к самим ягодкам винограда. Теперь нужно кисть собрать вместе. Я их склеиваю, где возможно, друг с другом. Веточки тоже смазываю клеем. Заворачиваю. И вот начало кисти. А дальше, как говорится, как пойдет. Сами будете смотреть, с какой стороны, на каком расстоянии вы будете приклеивать остальные ягодки. Делается это очень быстро, совершенно несложно. Больше времени, конечно, заняла сушка и намотка ягод. Ну, а здесь уже сборка идет очень весело и очень даже красиво. Потому что скоро, как говорится, виден конец. Ну, и оставшийся хвостик я решила тоже замотать джутом. Замотать и заклеить. Вот что у меня получилось в конечном итоге. Вот такая веточка. Ну, и теперь соберем все вместе веточку. Здесь уже как хотите, так и располагайте. Нужно попробовать и так, и эдак, и только потом приклеивать. Я хотела сделать вид 3D, поэтому я решила листья завернуть, где это возможно было. Чтобы картинка эта выглядела вся объемная. Мне так показалось, она будет смотреться намного интереснее, чем просто листья будут лежать приклеенные к подставке. Ну, и теперь большой листь приклеим. Тоже его я изогнула и подклеила в разных местах. В общем, это только идея. Можно сделать такой поднос с таким виноградом и подарить его мужчине. Можно здесь поставить и вино, если он любит, или пиво. Ну, в общем-то, для гурманов. Можно кофе, чай, все что угодно. И, конечно же, размер такой поделки может быть большего или даже меньшего размера. Все на ваше усмотрение. Я лишь только вам подкидываю идеи, а дальше вы можете развивать и делать уж сами. Если вам понравилась эта поделка, обязательно поставьте лайк, напишите, понравилась ли она вам. Может быть, вы делаете уже какие-то поделки сами. Мне бы очень хотелось их увидеть. Обязательно напишите об этом в ваших комментариях. Я с удовольствием посмотрю и на ваши работы. Также вы можете поделиться и своими мыслями, своим опытом. Это замечательно, когда люди обмениваются опытом, и они становятся лучше, растут. Их творчество становится более обширным и приятным. А сейчас я заканчиваю свой комментарий. И, надеюсь, встретиться с вами много и много раз на канале Поделки Самоделки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok